Начался сезон свадеб и выпускных, а это значит, что у прихмахера-стилиста Марии Беляковой нет ни минуты свободного времени. Мария рассказывает, что сегодня у юных красавиц с особой популярностью пользуются объемные плетения и 3D-косы. Эти прически не занимают много времени и эффектно выглядят. Опыт и мастерство в Саровчанке оценили на региональном чемпионате по прихмахерскому искусству. Мне захотелось, чтобы меня оценили именно профессионалы в плане чистоты, геометрии, вообще в принципе стилистики в целом, как это подходит к лицу. Базовые знания по прихмахерскому делу Мария получила в нашем городе и практически сразу поняла, что нужно развиваться дальше. Стала ездить на курсы, повышать квалификацию. Выиграла городской конкурс среди прихмахеров и задумалась о покорении новых вершин. Участникам чемпионатов по прихмахерскому искусству не обойтись без помощи наставника. Он, как тренер в спорте, считает Мария, поможет и словом, и делом. Это мастер, который четко знает правила, четко знает, что нужно предоставить в той или иной номинации и, в принципе, подготовить, чтобы это было выигрышно. Множество соперников и только 25 минут на выполнение задания. Участников чемпионатов среди прихмахеров ставят в непростые условия. Чтобы уложиться в регламент, мастера заранее продумывают все до мельчайших деталей. При создании прически на каждую прядь отводится определенное количество минут. Она должна соответствовать образу, сочетаться с платьем и макияжем. На чемпионате Мария выполнила прическу для новобрачной. Конкурсы дают владение волосами, техникой. Это, конечно, безусловно. Но здесь еще у тебя включается владение собой, стрессоустойчивость. По итогам конкурса Мария заняла первое место, получила категорию «Мастер» и путевку на чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Висик. Служба новостей Саров, 24.